Элохимы – это не только клуб для занятий физической культурой и спортом для инвалидов. Это место, где люди общаются, делятся горестями и радостями, воспоминаниями. Клуб объединяет тех, кто хочет победить болезнь и одиночество. История создания элохимов имеет свои истоки еще в далеком 1991 году. Буквально через год после открытия клуба Нина Ларина пришла работать инструктором по спорту. Клуб открылся в 1991 году. Начало его было в религиозном центре в Черкасах. Там лежали наши колясочники после травмы. В Уфе тогда уже целый год работал, республиканский клуб «Идель». И вот так лежали, а почему бы нам еще и в Камертау не открыть. И вот председатель «Идель» говорит, давайте собирать документы. И вот у нас четыре колясочника. Власов Сергей, Сарьков Григорий, Бородин Григорий, Кельсин Баев Хусайин. Вот они, значит, собрались. И вот четыре колясочника, собрали документы, все сделали. И Власов Сергей возглавил этот клуб. Работу клуба начинали действительно инициативные и сильные люди. К примеру, человек с мировым именем Григорий Сарьков, будучи колясочником, покорил высочайшие вершины. Макинли, Эльбрус, Иремель и другие. Благодаря клубу «Илохимы» люди с ограниченными возможностями здоровья получили площадку для встреч, знакомств, чаепития и занятий спортом. Изначально здесь были только тренажеры, изготовленные Кумертаутским авиационно-производственным предприятием для занятий тяжелой атлетикой. Постепенно количество видов спорта стало увеличиваться. На сегодня здесь люди занимаются по 12 направлениям. Для этого здесь есть все необходимые тренажеры и спортивный инвентарь. В 2014 году сделан ремонт. В клубе уютно и комфортно. Люди собираются здесь для того, чтобы доказать себе и другим, что жизнь может быть интересной и яркой, несмотря на инвалидность. Ведь многие до определенного времени были здоровы. Не все инвалиды детства. В какой-то момент, оказавшись выброшенными из привычной жизни, они не сломались внутри. Наверное, поэтому про них и говорят. Люди сильные духом. Здесь никто не жалуется на жизнь, не унывает. А главное, не говорят о трудностях. А клуб – это прекрасное место для общения, говорят элохимовцы. Да, конечно, что там говорить. Самое главное. Замкнутый человек, когда это происходит. А когда с людьми общаешься, все кажется лучше. Самое главное – здоровье-то все. Бывает лучше. Карина Милкова когда-то была кандидаткой в мастера спорта. Были большие перспективы на спортивную карьеру. Судьба распорядилась иначе. Но и здесь Карина Григорьевна добилась больших успехов. А главное – улучшилось ее здоровье. В 1998 году у меня обнаружили болезнь, в честь которой потом я получила инвалидность. Но я о клубе инвалидов не знала. Но я встретила Нину Ларину, которая мне подсказала, что можно вот это заболевание как раз усилиями вот этих тренажеров исправить и ноги, и все тело, и стать более полноценным человеком. Она позвала меня в клуб. Я стала заниматься усиленно, упорно. И почувствовала вообще облегчение намного лучше. Сейчас я чувствую себя. Мы ходим, тренируемся, общаемся. Скоро на соревнования по УФУ поедем. Мы едим. Скоро праздники у нас будем. В клубе могут заниматься и дети с ограниченными возможностями. Так Нина Трухина приводит для занятий сына. Результат ощутим, признается она. Конечно, очень много дает. Если мы сидим дома с ребенком, значит, он уже у меня затенел, значит, он уже закис и все. Нет движения. А сюда мы уже сами сборы. Пришли сюда. Уже мы вдохновленные. А уже здесь сама обстановка. Она дисциплинирует и заставляет просто заниматься. Задача же клуба – это активная реабилитация инвалидов через спорт. Когда клуб создавался, основная была задача, конечно, на спорт. Он так создавался, как бы спорт для портников. Но время идет, и сейчас получается, что людям, инвалидам, в общем-то, идти некуда. И поэтому у нас сейчас такая тенденция создалась, что мы принимаем людей с любой инвалидностью и с общим заболеванием. Дисциплина в клубе железная. Инструктор по спорту строго следит за тренировками. Ведь она уверена, чтобы добиться успеха, нужно упорно трудиться. Бывает, приезжаем с одних соревнований, сразу начинаем готовиться, но другие надо переключаться. Если у нас уже времени мало, мы, естественно, начинаем каждый день. Здесь, естественно, все бывает. Но стараемся. Активность, целеустремленность позволили команде клуба «Илохимы» демонстрировать свои способности на городских и республиканских площадках. Благодаря поддержке администрации города и Центра спортивной подготовки «Вымпел» в течение года шесть раз проводятся спортивные мероприятия. Это спартакиада, сабантуй и другие состязания. О победах спортсменов говорят многочисленные награды. На полках кубки разных уровней. Они все дороги. Поскольку за каждым из них стоит кропотливая работа, когда приходится тренироваться и состязаться, преодолевая боль. Награды, они, в общем-то, все и дорогие, и памятные, но самая лучшая награда – мой первый кубок, который мы зарабатывали, потому что это по тяжелой атлетике, по урлифтинг. Собирали команду, в общем-то, очень спотанно, не знали, кто что может. Собрали, еще ехали, машина ломалась, туда приехали. Там тоже, значит, нас уже сразу и на весы, и штангу сразу поднимать. Но, тем не менее, команда смогла собраться. Взяли первый кубок, ехали, очень такие довольны, потому что первые соревнования и сразу удача. Встречи не ограничиваются только занятиями спортом. В клубе вместе обсуждают все вопросы, касаемые организацией всей работы. Кроме этого, вместе отмечают все праздники, дни рождения, устраивают чаепитие. Мы чувствуем это, мы чувствуем, что нам хорошо. Мы здесь не только же на соревнованиях ездим, мы и дни рождения здесь, и все праздники здесь проводим. У нас одна и большая дружная семья. Чаепитие здесь мы организуем. Ну, без танцев, конечно, никуда. Дискотека у нас всегда есть. Вот такой центр досуга, веры и надежды работает в нашем городе. Кстати, на сегодня это единственная общественная организация в республике, где люди собираются не только для общения, но и для занятий спортом. Элохимовцам же остается лишь выразить искренние пожелания счастья, силы и выдержки, благополучия и оптимизма. Субтитры сделал DimaTorzok